В мае 1907 года в Германии, в восточной Фрисландии, недалеко от города Аурих, два брата-резчики торфа случайно обнаружили останки человека. Самым интересным в этом человеке оказалась его одежда, такой своего рода средневековый пейчворк. Находку назвали по ближайшему населенному пункту Бернусфельд. И на данный момент этот скелет один из самых исследованных из болотных людей Германии. Всем привет, это Будня Трутня, и мы тут исторической реконструкцией пытаемся заниматься. Сегодня поговорим о болотных мумиях вообще и о человеке из Бернусфельда в частности. Когда резчики торфа нашли останки, они побоялись, что их могут связать с делом об убийстве, потому они пересохранили останки недалеко от того места, где нашли, на соседнем участке. Но довольно скоро они проболтались вроде как в местной пивной, и в конечном итоге полиция все равно все узнала. На настоящий момент точное место находки неизвестно. Около поля, где примерно было захоронение, сейчас стоит табличка. Найденного человека ласково назвали Берни и ошибочно датировали римским железным веком. Ну, потому что большинство болотных мумий относилось именно к этому периоду. Потом его, правда, датировали по углероду, и оказалось, что это раннее средневековье. Если точнее, то в публикациях встречаются диапазоны 680-774 и 660-750 годы. Первый отчет о человеке из Бернусфельда был опубликован в 1925 году Гансом Ханна. Потом Берни исследовал Карл Шлабоу в 1976 и Хайдемаре Фарке в 1998-2001. В 2017 году Йенс Клок и Кэтрин Канье сделали реконструкцию его костюма, которая выставлена в Восточно-Фриском национальном музее в городе Эмдене. Там же находится и сам Берни. Резчики Торфа сообщили, что когда они нашли покойного, он лежал на боку с подогнутыми ногами, а могила вся была выстелена мхом и сориентирована с севера на юг. Берни был завернут в большой плащ, также на нем был маленький плащ, лоскутная рубаха, обмотки на ногах, еще были два куска ткани непонятного назначения, кожаный ремень, кожаные ножны для ножа, капюшон, четыре шерстяные шнура и еще кожаные ремешки. Помимо того, была ореховая палка длиной не менее 120 сантиметров. Капюшон, кожаные элементы и палка сейчас утрачены. В отчете Ганса Хана 1925 года еще упоминаются ножны сакса, но больше об них уже никаких упоминаний не было. Итак, рубашка. Она была сильно изношена, состояла из более чем 45 лоскутов разных форм и цветов. Они относились к 20 тканям с 9 разными переплетениями. В основном куски использованы второй и третий раз. На некоторых сохранились старые швы от предыдущих использований. Некоторые фрагменты, которые сильно изношены, были сложены вдвое и прошиты. Длина рубахи 105 сантиметров. Есть упоминание, что 115. Ширина 60, но есть упоминание, что 55. Длина рукава 50 сантиметров. Обхват рукава в верхней части 34 и 26 в нижней. Рубашка имеет прямой крой и рукава, доходящие до запястья. Шею закрывает ворот стойка и он имеет разрез с левой стороны примерно 15 сантиметров длиной. В целом рубашка такая довольно узкая. В боках снизу детали неровные и образуют такие же неровные боковые разрезы. Но они нужны для удобства ходьбы и их глубина примерно 20 сантиметров. Все ткани сделаны из овечьей шерсти. Тут вы видите реконструкции тканей, сделанные для музея. Швы рубахи выполнены шерстяными нитями. Шов, насколько я поняла, вот такой. Есть сведения о фрагментах тканей, содержащих растительные волокна, предположительно льна. Особый интерес представляет клетчатый фрагмент на груди рубахи. Там в нити вплетены фрагменты перьев гусиного пуха. Вроде как с внутренней стороны. Считается, что это сделано для тепла и фрагмент выглядел когда-то пушистым и мягким. Цвет рубахи определенно первоначально был другим. Правда, современные исследования не смогли дать ответ о конкретных цветах. Было проанализировано 58 волокон, и краситель определили только для одного фрагмента. Это фрагмент 40. Он имел, предположительно, желтый цвет. Там был найден кверцетин, его обычно получали из березы, но еще пишут, что он в Вайде может быть. И, по мнению исследователей, это говорит об использовании местных красящих растений. Для реконструкции рубахи из музея провели эксперименты с растениями с кверцетином и решили делать одежду из желтых, зеленых, коричневых и синих тканей. Помимо того, часть кусков оставили в натуральных белых, серых и коричневых тонах. Теперь переходим к плащам. Маленький плащ представляет собой прямоугольник из шерстяной ткани 140 на 92 сантиметра. Он состоит из четырех кусков, и там однотонное полотно с двух сторон обрамлено тремя кусками полосатой ткани. На обоих тканях есть следы износа, на однотонной есть заплатка, на полосатой есть начальная кромка ткачества шириной 90 сантиметров, но боковые не сохранились. Однотонный фрагмент в данный момент выглядит гладким и грубым, но изначально эта ткань имела начес. В нитях использована шерсть с длинными волокнами. Поверхность ткани начесали щеткой. В результате концы некоторых волокон вылезли наружу ткани и образовали пушистую поверхность. После пребывания в болоте ткань по большей части потеряла свой былой вид. Большой плащ. Он представляет собой полотно из овечьей шерсти 170 на примерно 200 сантиметров. Швов нет, это единое полотно. Плетение саржа елочка. Край заканчивается бахромой, она состоит из веревочек, каждая из которых скручена из 5-6 нитей основы. В отличие от всех остальных предметов одежды Берни, большой плащ не был ни починен, ни сильно изношен. Возможно, что при жизни он его не носил, а получил как посмертный дар. На основе имеющихся складок реконструировали способ ношения этого плаща на правом плече. Реставратор Йенс Клок в 2016 году обратил внимание на несколько двойных отверстий в верхнем левом углу плаща. Предположил, что это следы от того, чем плащ закалывался. Переходим к обмоткам. Это две длинные узкие полоски шерстяной ткани полотняного переплетения. Каждый из двух обмоток, мужчина из Бернусфельда, сшитый из двух полос ткани. Одна более светлая, другая более темная. Та обмотка, которая сохранилась лучше, имеет длину 361 см. И судя по всему, она сохранилась полностью. Вторая обмотка сохранилась хуже. Ее длина 292 см. Средняя их ширина 14 см. Обмотки довольно поношенные. На той, которая длиннее, есть заплатка на одном конце и два больших отверстия. Ганс Ханна предполагал, что кожаные ремешки, которые сейчас утеряны, использовались для закрепления обмоток на ногах. Головной вор. Ну, он тоже утерян. Раньше считалось, что это был капюшон, пришитый к рубахе, но сейчас считается, что это точно не так. Реконструкция костюма, сделанная в музее Эдмина в 2018 году предполагает, что у мужчины был худ. Он собран из 6-8 частей из 4 разных тканей, но на чем это основано, мне выяснить так и не удалось. Последнее. Кожаные ножны. Сам нож в болоте не сохранился. И судя по ножнам, он мог быть где-то 15 см длиной вместе с рукоятью и не более 3 см шириной. Я уже в четвертый раз на этом канале рассказываю про находки болотных людей, и, наверное, в этот раз можно было бы поподробнее осветить эту тему. Ну, коль уж я рубаху шить не собираюсь, потому что я так и не набрала в достаточном количестве ткани на нее. Больше всего болотных трубов было обнаружено на британских островах, в Нидерландах и на северо-западе Германии. Таким образом, это надрегиональное явление, но оно проявляется не во всех болотистых районах. Вот в отечественных болотах никаких подобных находок нет. Кстати, сохранность тоже бывает разная. Иногда остаются только кости, иногда кости и кожа, иногда ткань одежды и кости, иногда только одежда. Основная масса болотных тел датируется доримским железным веком и, собственно, римским временем. Средневековые трупы, как Берни, встречаются редко. Находки мумий из болот почти всегда случайны. Наверное, все заметили, что основная их масса была найдена в конце 19-го, начале 20-го века. Причина этого очень простая. В тот момент торф все еще добывали вручную, без использования техники. А у людей уже сформировалось представление о некоторой ценности древних трупов. Тут, правда, есть один нюанс. Ценность можно понимать по-разному. Мы тут говорим, конечно же, об исторической ценности, но вот рабочие торфорезы довольно часто продавали находки аптекарям, а те делали из них лекарства. Ну, потому что считалось, что раз эти кости столько лет сохранились, то, наверное, в них есть какая-то целебная сила. На самом деле, таких печальных историй известно довольно много. Один раз хотели посушить кости в пекарской печи, чтобы сохранить их для потомков, и сожгли. Другой раз выставили в местной гостинице на обозрение всем желающим, они высохли и рассыпались. Тут надо понимать, что кости, когда их достают из болота, мягкие как резины и деформированные. С одной стороны, болотные кислоты сохраняют их, но с другой стороны вымывают кальций. Консервация костей Берни была проведена в соответствии со своим временем. Гипс, глина, потом еще эпоксидкой пытались починить. В общем, сейчас так не делают. Потом долгое время он экспонировался в музее в открытой витрине. Ну, там была такая импровизированная могила. А у посетителей музея сложилась традиция бросать туда монетки. И никому не могло придти в голову, что окисление монет влияет на консервацию костей, и они постепенно разрушаются. К тому же кости лежали анатомически неправильно. В связи с этим даже была переписка о том, что в Эмдене нет специалистов достаточной квалификации, чтобы заниматься такой важной находкой. И лучше бы, наверное, отправить ее в Берлин. Соответственно, в музее в Эмдене отвечали, что да, действительно, это очень важная находка, можно сказать, находка века. Поэтому она должна храниться в региональном музее. Сейчас сотрудники музея говорят, что хорошо, что тогда кости не отправились в Берлин, потому что они могли бы быть потеряны при бомбежках Берлина во вторую мировую. Как будто бы Эмден не бомбили. Почему болотных людей сейчас находят крайне редко? Из-за механизации добычи торфа. Где-то с 1950-х останки стали находить гораздо реже. После работы современных комбайнов для торфа, если там и была могила в земле, узнать это будет очень сложно. Все будет порезано на мелкие кусочки. Собственно, так и случилось с девушкой из Учторского болота. Она же Мора. Ну или Мура. В 2000 году комбайн вырыл и расчленил тело, решили, что это труп 20-го века. Завели уголовное дело, пять лет кости пролежали в архиве, потом все-таки провели анализы и поняли, что девушка из Железного века. Добавьте ко всему вышесказанному, что даже те тела, которые хорошо сохранились и попали в музеи, сейчас могут находиться в довольно плохом состоянии. Ну, потому что когда их выкопали, методы консервации были еще очень несовершенны. И теперь вы, наверное, догадываетесь, как важно изучение каждого болотного скелета и какую важную находку представляет из себя человек из Бернацфельда. Кстати говоря, самое масштабное его исследование проводилось с 2011 по 2017 год. О телосложении человека из Бернацфельда судить сложно. Его рост оценивают от 160 до 185 сантиметров. Это связано со сложностью интерпретации костей после воздействия болотных кислот. Но обычные исследователи отмечают, что человек был нормального телосложения, ну или худощавым. Разброс по возрасту от 30 до 60. Последнее исследование склоняется к оценке 40-55 лет. Еще известно, что он был правшой, имел крепкие ноги и очень хорошие зубы. Когда-то у него было сломанное ребро, но благополучно зажило. Всю жизнь он страдал от хронического воспаления носовых пазух. Кстати говоря, воспаление слизистых это вообще общая проблема для того времени, потому что дома топили по-черному. Суставы Берни при жизни испытывали большую нагрузку. Он тяжело работал и много ходил пешком. Сам по себе очень жилистый. Мог быть несколько сутулым, но, судя по всему, это ему не сильно мешало. В течение жизни питался по большей части мясом и пресноводной рыбой. К концу жизни страдал артрозом. Примерно последний год своей жизни, большую часть времени он проводил в лежачем положении. И, кстати говоря, это может быть ответом на вопрос, почему у него нет обуви. Есть основания предполагать, что у него был рак. Умер он своей смертью, но от чего точно неизвестно. Посмертно ему проломило череп, либо под давлением торфа, либо когда его выкопали добытчики торфа. Поскольку кости лица сломаны, то реконструкции его облика могут сильно отличаться. Социальный статус человека из Бернусфельда непонятен. Рубашка из лоскутов либо от бедности, либо для привлечения внимания. Неясно, как это интерпретировать. Основная версия ученых, что Берни был бедным и имел низкий социальный статус. Однако у него в могиле оказался большой хороший плащ и нож в ножнах. Довольно ценные вещи по тем временам. Также о каком-то другом статусе говорят очень хорошие зубы. Хотя, с другой стороны, зубы обычно у людей в то время портились из-за муки грубого помола из-под каменных жерновов, а Берни ел мало хлеба. Мы можем говорить, что он однозначно не был рядовым членом того общества. Ну и, как и раньше, жду в комментариях вашей версии. Теперь пара слов о месте и времени, в которой жил Берни. Раньше болота в Нижней Саксонии занимали гораздо большее пространство, чем сейчас. Там, где был найден Берни, не было в то время никаких поселений. Однако это место находится на перешейке шириной примерно в два километра, где проходили древние пути перехода через болото, если нужно идти с юга на север. Кстати, еще с первого века до нашей эры местное население прокладывало гати через болото. Как, например, дорога Ашеннермур. Нашли четыре километра этой дороги. Ничего такого у Бернусфельда нет, но исследователи предполагают, что, возможно, какая-то действительно дорога здесь проходила и, может быть, что-то подобное здесь будет найдено. Таким образом, можно предположить, что человек из Бернусфельда умер при переходе через болото. Там его и похоронили. Почему его не довезли до ближайшего поселения и не похоронили там, непонятно. Время жизни Берни, вторая половина седьмого века, начало восьмого. В это время основное население Фресландии селилось на морском побережье и по берегам реки Эмс. Строили длинные дома и занимались в основном земледелием, скотоводством и отчасти рыбной ловлей. На побережье довольно активно торговали фризскими тканями, солью и рабами. Время смерти Берни это время начала походов Карла Великого на фризов и саксов. Не то, чтобы франки не воевали здесь раньше, но при Карле Великом эти земли потеряли независимость и вошли в состав империи. В это время здесь шла христианизация, но мы не знаем, во что верил Берни. Также мы не знаем, на каком языке он говорил. Был он франком, фризом, саксом или пришел еще откуда-то из других мест. Все это вопросы, на которые пока ответа нет. Спасибо моим двух с половиной патронам, что продолжали поддерживать меня все это время, пока я не выпускала видео. А пока YouTube снимает монетизацию задним числом с уже одобренных видео, призываю вас подписываться на канал, ставить лайки, коментить, делиться видео и так далее. Это были Бунья Трутня. Пока!